Дизайн проект павильона в аэропорту Иркутска пересмотрят после жалоб жителей. Об этом заявил губернатор Прибайкалья Игорь Кобзев во время прямого эфира, в ходе которого он пообщался с жителями и ответил на их вопросы. Напомним, в конце октября Иркутская организация Союза архитекторов России направила обращение к главе региона с просьбой внести коррективы в проект нового павильона в аэропорту. По словам главы региона, прошла встреча с общественниками. По ее результатам приняли решение пересмотреть проект павильона уже с компанией, которая будет его строить. Кроме того, Игорь Кобзев также обратил внимание на то, что к аэропорту Иркутска необходимо расширять пути. Он отметил, что начались предпроектные работы по возможному строительству взлетно-посадочной полосы. В Куйтуне ликвидировали крупный пожар. Там горела частная пилорама на улице Фрунзе. По предварительной информации, пожар начался в пристрое, где стояли станки для обработки древесины. Огонь быстро перекинулся на деревянный гараж и склад, которые находились под общей крышей. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из гаража два автомобиля. Пострадавших нет. На месте работали три машины и 10 человек. Предварительная причина происшествия – электротехническая. Чтобы точно установить обстоятельства возгорания, которое нанесло большой материальный ущерб, назначили ряд пожарно-технических экспертиз. В Братске полицейские привлекли к ответственности мужчину, который чуть не сбил женщину с собакой. Инцидент произошел в жилом районе Энергетик. В полицию от местного жителя поступила видеозапись, как водитель автомобиля Hyundai Avant не уступил дорогу женщине, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Он наехал на ее собаку, после чего продолжил движение. Серьезных травм питомец не получил. Нарушителя нашли. Это 68-летний мужчина. Сотрудники полиции составили два административных протокола. Теперь брачанин угрозит лишение права управления транспортным средством на срок до полутора лет. Строительство домов для переселенцев из аварийного жилья на улице Котельной в Братске отстает от сроков. В трех домах до сих пор нет козырьков на входных группах, не закончена покраска. Водосточные лотки, как и вся система, есть лишь на бумагах. В некоторых квартирах отсутствуют окна. Собственную вину подрядчик отрицает, ссылаясь на фирму, которая выполняет остекление. По его словам, стеклопакеты должны были установить еще 15 октября. Три дома на 161 квартиру, расположенные в Подунском районе Братска, строят по госпрограмме переселения из аварийного жилья. Напомним, прежняя организация не справилась и обанкротилась, работу заморозили на несколько лет. Возобновили лишь в середине 2021-го, после того, как строения стали собственностью муниципалитета. Чем ближе срок финальной сдачи, 15 ноября, тем вероятность успеть уменьшается. На помощь город готов выделить 50 человек из дорожной службы, но и это вряд ли поможет. Мы должны дома сдать в декабре, заселить. Вот что хотите, делайте. И вот разговаривал с губернатором, он сказал, не получите ни одного больше подряда ваша фирма по области, если вот это не сдадите. Вы уже на год с лишним отстаете от сроков. Более 750 обследований провели врачи Ивана Матрёнинской больницы в Усть-Куте и поселке Верхнемарково. Бесплатный прием с утра и до позднего вечера вели лор, офтальмолог, хирург, травматолог, педиатр и невролог. Специалисты смогли приехать в город благодаря ежегодной благотворительной акции «Здоровье детям». По словам врачей, их цель – на местах дать консультации, которые здесь нельзя получить обычно. Это поможет сэкономить деньги на поездку в Иркутск, а главное – время, которое может пригодиться на лечение. Особенно сильно врачей ждали в поселке Верхнемарково. Он отдален от города и там проживает 400 детей. Нескольким порекомендовали госпитализацию в Иркутске. У нас задача простая – выявить какие-то риски и вовремя сказать о них, чтобы родители могли понимать, что с ребенком что-то происходит и вовремя нужно поехать куда-то в город и получить помощь, которую невозможно получить здесь.